Итак, всем доброго времени суток, и у нас сегодня очередная новость. Нас снова подкормил производитель Xiaomi, новой утечкой о своем грядущем флагмане Xiaomi Mi 7. И, значит, выложили даже картинку FCT, значит, этот самый, из бенчмарка, вот, под названием Geekbench, где он показал следующие результаты. То есть он в одноядерном тесте, значит, набрал 2400 баллов, а в многоядерном 8300 баллов. Это, конечно же, много для процессора Snapdragon 845, но, тем не менее, iPhone еще пока обогнать никто не смог. Вот так вот. Вот, собственно, на борту у него будет 6 гигабайт оперативной памяти, вот, также у него будет OLED-экран, вот, и, как бы, ну, на этом, собственно, фишечки особо-то и заканчиваются, потому что, кстати... А, батарея, кстати, там 3170 мАч будет. Это, как бы, на первый взгляд, немного, но для OLED-панели это, в принципе, нормально, потому что мы знаем, что OLED-панели, в принципе, как и AMOLED-панели, вот, они энергоэффективны, то есть они мало потребляют электричество, собственно, и этой емкости батарейки должно, в общем-то, на световой день хватать. Хотя, в принципе, в паре с такими характеристиками, там, да, и процессором прожорливым довольно, хоть там и нанометры уменьшились очень сильно, и, как бы, потребление энергии должно стать меньше, но, тем не менее, такая производительность, она очень прожорливая и будет подкушивать нашу, эту, значит, будущую маленькую батарейку. Но это для меня не главное. Главное событие для меня будет, это то, что я ожидаю, когда же Xiaomi, наконец, выпустит Xiaomi Mi Max 3. Обещают где-то летом приблизительно. Ну, точно пока неизвестно, конечно же, но я очень жду, когда они это дело объявят. И очень хочется его себе приобрести, потому что у меня, вот, телефон, я пользуюсь Mi Max 2, и он меня очень сильно устраивает, просто по всем параметрам практически. Ну, конечно же, тут, скажем так, не столь игровое железо, оно среднее, но, тем не менее, это очень хороший телефон и очень желучий. Это, как бы, неудивительно, тут 5300 мА батарея. Вот. Что по Mi Max 3, то у нас он выйдет на Android 8 Orel. Тут будет также модуль NFC. Вот. Ну и, собственно, пока все. Больше ничего такого, в принципе, не говорится о том, что там будет и в каких количествах. Вот. И производитель, как я уже сказал, постоянно подогревает. Вот вечно кто-то выкладывает какие-то утечки там, картинки, скриншотики, рендеры, еще хрен с ними там кто-то там что-то делает, пытается. Я думаю, это тоже происки производителя, чтобы подогреть интерес к своему устройству, да? Создать такой хайп, то есть новостное какое-то этот самый поле, популярность заработать, чтобы потом как можно больше народу накупило этот аппарат и, в общем-то, такими вот вещами подогревают. И, кстати, еще следующая новость для этих самых владельцев OnePlus 5 и OnePlus 5T. Для них вышла бета-версия Android 8, которую можно установить на свой смартфон и протестировать. Ну, в принципе, я как бы не рекомендую этого пока делать, потому что бета-версия, она очень нестабильная. И как бы устанавливать программу с косяками всевозможными, то есть потом ходить мучиться с ними, опять перепрошивать обратно, даунгрейд делать, я как бы не советую. Поэтому лучше подождать, пока Google все допилит. И потом уже, значит, в третьем квартале у нас уже выйдет полностью рабочая система без всяких багов и всякой, в общем, хрени, которой она обычно владеет, бета-версия. Вот. Ну, бета-версия, как нам пишут, значит, обновили патч безопасности у нас там типа, да? Вот. Добавили функцию для глобального роуминга, потом добавили функцию еще этот самый, поменяли вывод сообщений на заблокированном экране. В принципе, не сильно большие изменения такие. Вот. В игровом режиме у нас добавлена блокировка и уведомления всевозможных и так далее. Что еще нам там сделали? Оптимизировали поддержку жестов на... Вернее, в полноэкранном режиме у нас. Вот. И что еще там? В приложении OnePlus Switch появилась возможность резервного копирования данных. Вот это, кстати, полезная тема, потому что резервное копирование – это очень хорошо. И чем проще его будут делать, чем проще его будут реализовывать, чтобы обычные пользователи тоже могли этим нормально пользоваться. Потому что бэкапы обычно, они такие мудреные, что, ну, как бы, неподготовленному человеку – это очень сложно. И поэтому могут происходить такие вещи, из-за которых будут теряться данные, и человек, в общем, будет ходить расстроенный. Вот. И, собственно, это очень хорошо, что они делают улучшения в эту сторону. Вот. Упрощают это все дело. В общем-то, будем ждать уже официального релиза. Android 8 не только на OnePlus 5T и пятерочку, но еще будет, кстати, на Mi Max 2, тоже Android 8. Это я тоже очень жду. И обязательно обновлюсь, когда эта система выйдет. Но бетку я ни в коем случае ставить сам не буду и никому не рекомендую, потому что это, блин, бета-версии, они всегда очень сырые. И, как бы, ну, сами понимаете, бета, поэтому не стоит сразу в опыхах и бежать, устанавливать, значит, восьмерку. Ну, опять же, в принципе, насколько целесообразно на восьмерку обновляться, ну, я не знаю. Если там будут кардинально какие-то реальные сделанные улучшения по автономности, плавности работы интерфейса и так далее, то, в принципе, есть смысл устанавливаться. Но если этого, как бы, особо и не будет, то я, как бы, не вижу смысла перескакивать с семерки на восьмерку, только потому что, ну, у тебя цифра изменится, там, вот, у тебя новая система Android и все замечательно. Это, как бы, не есть показатель. Главное, чтобы работала система нормально. Ну, если какие-то там будут новые фишки реально хорошие, тогда можно переходить. А так просто, ну, я не вижу смысла. Я очень долгое время сидел на Android 4.4, у меня был Lenovo S930, потом сидел на пятерке очень долгое время. И когда я перешел на семерку, то, в принципе, я вообще различий особо не увидел. Единственное, что меня напрягало на пятом Android, это у меня был Asus Zenfone 2, это у меня там стояла кастомная прошивка, то есть китайская. Вот, и пришлось от нее избавиться. Уже очень она, ну, сами понимаете, китайцы очень любят закидывать сюда всякую рекламную хрень и вечно устанавливались какие-то приложения самопроизвольно. Мне это, конечно же, не нравилось. Вот, и поэтому установил официальную версию Android 5 от Asus. Кстати, на Asus'ах с процессором Intel перепрошивка, это очень муторное дело, это просто капец какой-то, блин. На MTK это более-менее просто, то есть, ну, нормально сделать можно. На том же сайте Forpe, да, там много информации по этому поводу. А вот, что касается, блин, процессора Intel, прошивки Asus, то это, блин, болото целое. Если не шарите сами, как делать это, то лучше отдать кому-нибудь, чтобы перепрошили за вас. То есть, заплатить денег и нормально все сделают. Поэтому самим ни в коем случае туда не лезьте. И все так же зависит, кстати, от прошивки на самом смартфоне, потому что я знаю, есть аппараты, на которых стоит кастом, и можно просто дистрибутив с официальной прошивкой с сайта залить на телефон. Вот, и оттуда он уже сам найдет, что есть такое обновление туда-сюда, и обновится на новую систему. Но я знаю также, что есть международные прошивки, которые, как бы, ну, они не видят обновления. То есть, ты им закидываешь туда дистрибутив, а им пофигу. То есть, они никак не реагируют на это. То есть, обновления не видят. И приходится перепрошивать с бубном, значит, систему вручную. Так что, вот такие вот делишки. В общем, такие вот у нас сегодня новости были. Две штуки, как бы, незначительные, но есть. Так что, ставим лайки, подписываемся на канал. Спрашиваем, может, что-нибудь в комментариях, что-нибудь постараюсь ответить по поводу OnePlus 5T и пятерки. Что там, значит, значит, еще за обновление будет. Так что, всем спасибо. Пока.